Провожу пятно и вытянули весь рисунок. Ну и вот так можно показать, как вот этот, Олег, я специально поднял на верх, чтобы показать, как убирается такой редкий пятно. Но все равно я так, конечно, смотря, что у нас получилось, уже на будущее я буду знать, что стоит внимательно относиться к патинам. К цвету патинам не стоит делать такой резкий, может быть, перепад, да, в цвете, как мы здесь делаем. Опять-таки все зависит от того, что мы хотим сказать. Ну, понятно, мы вообще планировали, что здесь будет сначала темненький, потом будет светленький. И хотя, вроде, мы им загрунтовали стенку, все равно у нас получилось немножко разноклубленное. Да, 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 особенно вот эти перепады. Ну, сейчас я вам покажу, как это можно исправить. Специально я возьму материалчик. Лека, ты пока потихоньку его пройди чуть дальше. Или подожди пока, сейчас пересуньте. Пока я расскажу там, Ваня. Прошу рассказать. Ну, еще раз, да. Еще раз, да. Еще раз, да. Вот эта пятка. Понятно, да, что здесь есть очень красивые моменты, да, но есть, которые не очень осуществляются. Эти моменты нужно... Скажи, если ты перекрываешь, это же патины. Да, это же патины, да, вот. Которые мы делали, которые на основе обойного клея, обойного клея пыла и добавлением стартовой шпалевки в Еркомовской соотношении где-то 1 к 6. Вот не нравится нам этот переход, допустим, вот более темный и более светлый. Вот остались темная полоса, вроде как вот так и идет, вот темная полоса. Получается раз и накладываем. Линии перехода просто скрываем. Ну, можно так сгладываем. Чтобы опять-таки не получилось, что тут опять более темная вот здесь получится. Ну, это уже потом можно как вырвать, Олег? Что потом просто чуть-чуть больше зачистим. И все. Да. Тоже, почему мы еще раз вернулись к нашей Мавританской шукатуре, чтобы показать, чтобы тоже не сильно были большие усилия. Прикладывали. Потому что где это интересно, это интересно. А где это не очень получился у нас рисунок. Мы не можем там... Да и не было задачи у нас, чтобы его сделать там перфектно. Вроде как в стиле прованш. У нас должно быть видно, что ручная работа. Такой колорит сельский. Да. Распространение. Вот так захотелось, если здесь есть сельская колоритика. Да. Поэтому еще раз вернулись где-то там. Это на полночь. Мы еще раз нанесем патину. И еще раз ее зараскиваем. Только уже будем более аккуратно. Т.е. будем знать, что на этих местах не очень полезна рисунок. И на этом она самым легким. Минимальным нажателем. Или бывает, например, что там шпатель может быть не вывели. До конца мы не вывели и там где-то получили царапину на патине. Тоже можно опять-таки этой вот. Нашей патиной. Т.е. она более-менее, так сказать, скроет. Ну и потом опять-таки пройдемся сверху. Когда она подсохнет еще раз. Как мы назваем? Как, кстати, ее можно назвать? Вот. Клеем, который мы делаем. Ну вот что-то именно с... Шлифов, конечно. Не-не. Там или проявление. Знаешь, как в фото работах это проявка называется. А у нас это будет... Ну вот Олег, что было там, я не знаю. Слышно было? Или будет хорошо там видно? Или слышно? Когда он говорил, что в детстве, когда мы брали там... Монету, да. И вложили лист бумаги и потом... Ну или каким-то карандашом или... Контура монетки. Да, получался контур монетки. Вот как это назвать, этот фокус? Вот этот фокус получается и здесь. То есть... Та фокус, которая у нас была... И что-то получается вроде как... Бумажный такой. Ну да, как бумага, да. А шпатель уже как граффити получается. Ну да, как бумага, да.